Возлюбленные Господи, дети, призываю вас любить Церковь Христову. Она есть сокровищница великой премудрости и милости Божьей. Помните, что не знанием только одним познается человек, но и делами. Любите ближних своих и врагов, как заповедал нам Господь. Божие благословения да пребудет со всеми вами. Девушки отдыхают. Спасибо большое. Замечательные слова. И, наверное, последний вопрос. Что для вас есть зерной истины? Вы можете двумя словами примерно сказать? Для нас зерной истины – это дружная команда. Общение, радость, счастье. Новые знания. Впечатления. Веселье. Общение. Любовь. Спасибо большое. Я тоже желаю, чтобы в вашей команде всегда были дружеские отношения, всегда царила любовь. Дружеская, естественно, поддержка, уважение. Приезжайте к нам снова и снова. До новых встреч. Уважаемые телезрители, добрый день. Мы продолжаем серию игр 11-го международного конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины», в котором приняло участие 18 команд. И сегодня мы продолжим знакомство с командами школьной лиги, с ребятами из Старого Оскола. Александра Филатова – ученица 9-го класса православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского, номер 38, город Старый Оскол. Кстати, все ребята учатся именно в этом учебном заведении. Александра поет в хоре гимназии под названием «Благость», любит рисовать и читать. Дарья Черных – 11-классница этой же гимназии, а еще она призер Олимпиады по истории православной культуры и со отличием закончила художественную школу. Вера Мельникова – 11-классница православной гимназии святого князя Александра Невского, она призер Олимпиад по истории православной культуры, увлекается иностранными языками. София Ткаченко – 10-классница православной гимназии святого князя Александра Невского, увлекается садоводством, цветоводством, любит участвовать в разных конкурсах и знакомиться с интересными людьми. Роман Мельников – 10-классник гимназии святого князя Александра Невского, увлечен историей, криминалистикой, в будущем хотел бы стать юристом. Анастасия Герасима учится в 11-м классе, она неоднократный призер и победитель Олимпиад по основам православной культуры, знатоки православной культуры и зерно истины. А сейчас я хочу представить капитана команды – это Николай Соловьев, учится в 11-м классе, является призером и победителем Олимпиад по основам православной культуры, увлекается игрой на гитаре, путешествиями, ходит в походы, плавает на байдарках, имеет разряд по плаванию. На 7 вопросов, уважаемые знатоки, вам предстоит ответить в сегодняшнем конкурсном дне. Счет 0-0 и первый вопрос для своих друзей выберет Александра Филатова. Вопрос номер 9. Из города Арзамас пришел к нам этот вопрос. В настоящее время в любом храме, где совершается литургия, можно найти предмет с подписью правящего архиерея. Правда, увидеть его, а тем более прикоснуться может только священнослужитель. Что это? Время. Это антиминс. Это антиминс, да. Да, 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 да. Уважаемые ведущие, мы просим взять досрочный ответ. У вас есть такая возможность? Внимательно вас слушаю. На этот вопрос ответит Мельникова Вера. Уважаемые ведущие, мы посоветовались и решили, что это антиминс. 1-0 в вашу пользу. Второй вопрос выберет сейчас Дарья Черных. Вопрос номер 12. Дарья, а что такое Forbes? Ну хорошо, поможем Дарья. Кто в команде знает, что такое Forbes? Ну, есть такой журнал. Да, совершенно верно, есть такой журнал. В нем всякие рейтинги, какой-то мировые рейтинги знаменитостей, там, все такое. Понятно. Ну, действительно, есть такой журнал, который в 1917 году основал журналист Берти Чарльз Форбс. Кстати, он был шестым ребенком из десятерых в семье шотландского Портнова. Это финансово-экономический журнал, который впоследствии стал одним из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. В настоящее время, в 2016 году, председателем и главным редактором журнала является его внук Стив Форбс. Внимание, вопрос. Конечно, вы сразу заинтересовались, а при чем здесь православная культура. Каким образом в этот журнал вошли святитель московский Тихон, патриархи Сергий Строгородский и Алексей Второй Ридигер, а также митрополит Сурожский Антоний Блум? Время. Мне кажется, потому что с историей что-то связано, потому что они пославились, и их финансо-экономические журналы. Потому что патриарх Тихон, он как бы 19-й год, Сергий, он вроде бы был во время войны. Алексей Второй, патриарх, он как бы там, ну, что-то подписал, я помню. А, митрополит Антоний Шурашевский. Что они финансовые, они должны финансовые, может, они собирали какие-то. Если это журнал, да, финансовые. Да, вот, журналы деньги. Да, 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 точно. Тихон же собирал, да, да. Да, Сергий, да. Деньги собирались на пожертвование. Алексей Второй тоже. Да, 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 да. С церкви, да. Да, верно. И, скорее всего, пожертвование, да. И война, как бы, это нормально. Да. Могично. Могично. Потому что тут сказано. Смотри, финансовые. Нет, может быть, и нет. Мне кажется, финансово-экономические пожертвования, мне кажется, тоже не впадывались. Минута истекла. Капитан команды Николай Соловьев. На этот вопрос ответит Анастасия Герасимовна. Уважаемые ведущие, мы, посвящавшись, приняли такое решение, что всех этих людей объединяет то, что они внесли вклад, финансовый вклад, людям войны. То есть, в те времена, когда они были жили, они собирали пожертвования и отдавали на военные действия. Поэтому они оказались в рейтинге финансового журнала. Войны какой? Великой Отечественной. Великой Отечественной, может. Ваша версия ясна. Ну, начнем с того, что патриарх Алексей Второй Редигер во время Великой Отечественной войны вряд ли что мог в детстве собирать, поскольку он был еще ребенком несовершеннолетним. Ну, а святитель московский Тихон, как вы уже знаете, почил еще до начала этого события. Я не случайно спросил, уточнил вас об этом, поскольку дело здесь не только в экономике и сборе пожертвований, а была подсказка в вопросе, что журнал печатает финансово-экономические статьи и не только. Как вы говорили, различные рейтинги. Так вот, среди рейтингов есть и рейтинг выдающихся людей 20 века России. Все четыре церковных иерарха, которые жили в разной эпохе, но в одном столетии, оказались в списке в сотне выдающихся россиян 20 века. К сожалению, не удалось дать правильного ответа вам на этот вопрос. Сейчас становится 1-1. И третий вопрос для команды выберет сейчас Мельникова Вера. Вопрос номер 2. Этот вопрос перешел к нам из города Сумы, Украина. Многие жители Новгорода в 10 веке приняли святое крещение. В то же время язычники, чтобы отбыть от крещения, объявили себя крещеными. Поэтому для того, чтобы наконец различить крещеных от некрещенных, новгородский епископ Иоаким предпринял очень важный шаг, который впоследствии совершается и поныне. Что же он сделал? Время. Надевают кресты или кресты? Одевают кресты. А кресты, когда ты видишь? Они могут надеть крест, но в то же время сказать да мы православные. Коль, ты оденешь что-нибудь языческое? Нет. Да не оденут язычники. Язычники могут надеть крест, но они могут сказать да. А что у нас такой знак они еще делают? Переключаются. Перекреститься не всегда креститься. Мы не всегда видели. Вот как раз креститься легче, чем надеть крестик. Да, крест постоянно. Кресты это могут все увидеть и перекреститься. Это может перед кем-то перекреститься, а может не перекреститься перед кем-то. Да. Давайте попробуем. Что же предложил сделать новгородский епископ Иоаким? То, что делается с тех пор и сейчас. На этот вопрос отвечу я, капитан команды. Наша команда считает, что действие, которое предпринял митрополит, было то, что надеть крест на шею на человека. На тельный крест? Да, на тельный крест. А какие-то еще версии были в вашей команде, кроме этой? Да, перекреститься. А вы выбрали версию надеть крест. Сергей Михайлович Соловьев, выдающийся русский историк. В своем эпохальном труде «История России с древнейших времен» именно то, что сейчас назвал ваш капитан и поведал нам. Поскольку епископ предпринял очень важный шаг. Он повелел крещеным надеть на шею на тельные крестики. Абсолютно правильно. И счет становится 2-1. И я объявляю музыкальную перемену. Не знаю, как вы, я чуть-чуть подустал. Для вас поет ансамбль «Соловушки». Человеку мало надо. На самом деле веселая песенка, но с большим смыслом. Мы живем в мире чудесном, здесь, сегодня, сейчас. Сложном и интересном, и прекрасным для нас. Сколько разных загадок предстоит нам раскрыть. Человеку в общем мало надо, чтобы он нечастливым быть. Чтоб всегда хотелось узнать, то, чего еще не знаешь. Очень, чтоб хотелось не ждать, а мечты всегда сбывались. Чтоб мы в нашем мире большом, всех понять других старались. Чтоб было всем хорошо, и вдруг все улыбались. Ни к чему тебя портит нервы, лучше просто забыть. Ничего, что ты не первый, все еще может быть. Нужно всем помнить о главном, чтоб потом не жалеть. Человеку в общем мало надо, чтобы птицею лететь. Чтоб попутный ветерок, чтоб сияло солнце ярко. В сердце догорел огонек, чтоб вокруг всем было жарко. Чтоб сияла в сердце любовь, ко всему, что есть на свете. И повсюду счастливы вновь будут взрослые и дети. Мы живем в мире чудесном, здесь, сегодня, сейчас. Сложном, интересном и прекрасном для нас. Что же ты смотришь уныло? Улыбнись мы скорей. Нужно очень мало, чтобы было просто на душе светлей. Встретить рано утром в рассвет, не боясь борьбы и взрывов. Папа, мама, бабушка, дед, жили бедно и счастливо. Чтобы в нашем мире большом, все поля другим старались. Чтобы было всем хорошо, и вокруг все улыбались. Встретить рано утром в рассвет, не боясь борьбы и взрывов. Папа, мама, бабушка, дед, жили бедно и счастливо. Чтобы в нашем мире большом, все поля других старались. Чтобы было всем хорошо, и вокруг все улыбались. Напоминаю, счет 2-1. И четвертый вопрос для своих друзей выберет Софья Ткаченко. Вопрос номер 5. Три вопроса из Ларца от Елены Полютовой из города Симферополя. Этот апостол первым выступил со словом проповеди в день Святой Пятидесятницы. Святитель Иоанн Тлатоуст назвал его «Уста апостолов». Кто он? Время. Апостол Петр? Это Петр, да. Потому что он... Он мог быть еще? А кто там еще был? Никто не был больше. А как его установили? Павел, апостол Павел был позже. Да, это был Петр. Это был Петр. Да, конечно, конечно, Петр. Роман, ответишь? Досрочный ответ наш? Да нет, ответ. А, понятно. Время. На этот вопрос ответит Мельников Роман. Уважаемые ведущие, мы посовещались, и наш ответ – апостол Петр. Верно? И я читаю второй вопрос. По мнению Хиллона из романа Генрика Сенкевича «Кама Гридеши» рыбы попадаются на удочку, а христиане на 20 секунд. Рыба попадается на удочку, скорее всего. Да, на грех. Рыба попадается на какой-нибудь там. Или на искушение. На искушение, да, на искушение. На искушение. Потому что на крючке человек – это искушение для рыбы, а для человека искушение. Ну, разное искушение, грех. 20 секунд и стекло. Внимательно выслушайте короткий и простой вопрос. Рыбы попадаются на удочку, а христиане на… Николай Соловьев, кто ответит на этот простой вопрос? На этот вопрос ответит Ткаченко Софья. Уважаемый ведущий, наша команда посовещалась и решила, что это искушение. Но ведь я не случайно подчеркнул, что простой вопрос. Рыбы попадаются на удочку. Слово «рыба» уже должно было вас насторожить и вызвать определенную ассоциацию символом древних христиан. А то, что было сказано о романе Генриха Синкевича Каме Гридеши, который повествует о жизни первых христиан, должна была вас натолкнуть на мысль о том, что христиане попадаются на рыбу. То есть веруют во Христа. Словосочетание этих первых букв, из которых появляется слово «рыба», есть в означении «мессии». Вы наверняка ведь об этом знали, да? Что рыба – это древний христианский символ. Но, к сожалению, почему-то вспомнили про рыбалку. Счет становится 2-2. Ничья пока. Пятый вопрос выберет для своих друзей Роман Мельников. Вопрос номер 11. Это «Загадочный ларец». Встречаем. Роман Мельников. Открой, Китай. Но кто из вашей команды самый романтичный человек? Самый большой романтик? Анастасия Герасима. Это правда. Что же в ней выдает романтика? Ее сентиментальный взгляд. Понятно. А теперь, внимание, романтический вопрос. Некоторые литературоведы в известной романтической повести известного крымского писателя, имя которого известно каждому школьнику, да и, наверное, сама повесть, считают, что, несмотря на цензуру, в ней, то есть в этой романтической повести, можно было бы без труда найти параллели с Евангелием, с евангельским текстом, по крайней мере, точно. Например, деревня Каперна, которая ассоциируется у многих с евангельским городом Капернаум. Море – символ вечности. Образ жениха, который грядет и приходит. И образ невесты, которая ждет и дожидается своего жениха. Эта повесть сейчас находится в загадочном ларце. О чем идет речь? Время! Александр Грин, он вроде бы Феодор. Уже ведущий, мы хотели взять досрочный ответ. Да, у вас есть такая возможность. Еще не прошло 20 секунд с момента начала обсуждения. Если вы ответите верно, вы заработаете дополнительную минуту обсуждения на любой последующий вопрос. На этот вопрос ответит Мельникова Вера. Уважаемый ведущий, мы посовещались и решили, что это книжка «Алые паруса», которую написал Александр Грин. Давайте откроем загадочный ларец и узнаем, удалось ли вам отгадать эту загадку. Счет становится 3-2 в пользу знатоков православной культуры из города Старый Оскол. Шестой вопрос выберет Анастасия Герасима. Вопрос номер 4. Из Краснодара прибыл нам этот вопрос. Однажды ученики Христа предложили своему учителю вкусить пищи, но он ответил, что у него есть пища. Какая же пища была у Христа? Подсказку хотите? Да, да. О ней не знали его ученики до поры, до времени. А сейчас минута на размышления. Это пища. Водухолная пища, естественно. Но они не знали ученики. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из ума. Но это сломан. Это мы, ученики, что не знали. Питаться Словом Божьим. Словом? А Господь можно до вечера? Смотрите, ученики предложили пищи. Они не сказали хлеба. Он сказал, что не хлебом единым, лучше будет жить человеком. Он это сказал, что дьявол. В искушении дьявола было. А может быть, он был человек, его как бы бог-отец. Что-то типа. Пища, которая... Бог-отец. Какая духовная пища? Это духовная пища, просто которая помогала. Святой Дух. Святой Дух. Ну, это святой Дух. Ну, это святой Дух. Помогили сам кто? Дух. Они не знали ученики. Ученики не знали. Они могли знать до поры до времени, они не знали, что... Почему Бог-отец? Ну, да, это был Бог-отец. Что Бог-отца не знали. Ну, да, что Бог-отец. Уважаемый ведущий, мы просим взять дополнительную минуту. Да, у вас есть такая возможность. Время пошло. Смотрите, когда ты как раз сошел на крещение? Да. Когда сошел на 50-ницу? Она просто на 50-ницу сошел. Она его на крещение сошел, но ученики об этом не знали. И как раз ученики было. И в общем, он стал питаться этим духом, и он ему это помогает. Ну, логично. Да. Ну, у него не было учеников до крещения. Ну, вот они... Потом они не знали, что дух, что дух. Ну, вот, ученики об этом не знали. Ну, что... И вы увидели, когда он воскрыт, что с той дух? А почему? Когда спустился, не пьетесь. Потом отобрелось. Ну, ученики... Открылся. Ученики не знали? На то еще не удаст. Ученики не было учеников. А что, какие есть варианты, варианты еще? Версии. Ну, где можно питаться? Ну, только... Духовная пища. Духовная пища. Духовная пища. Духовная пища, конечно. Можешь молитву? Да, молитву не знали. Да, молитву не знали. Ну, молитву не знали. Ну, молитву не знали. Нет, дух... Сейчас я должен. Ну, молитву-то есть. Ну, да, да. Весеманский сад, молитв. О, Господи. О, Господи. Итак, капитан команды Николай Соловьев. На этот вопрос отвечу я, капитан команды. Мы считаем, что это Святой Дух. Ну, он ответил, что у него есть пища. Какая пища была у Христа, была подсказка, что об этой пище не знали его ученики. Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело любого. Читаем мы в Иоанна 4 глава 31-34 стих. Счет становится 3-3 ничьян. Давайте не будем забывать эту, в общем-то, достаточно общеизвестную цитату, изречение, ну, по крайней мере, хотя бы смысл его. Для чего пришел Христос на землю? Не для того, чтобы провозгласить какие-то политические, экономические лозунги, цели, достичь их, что очень часто и сейчас люди путают, церковь с каким-то общественно-политическим институтом, предлагая то в выборах принять участие, то еще что-либо другое. Господь пришел на землю для того, чтобы творить волю Отца и совершать Его дело. К этому призваны и все христиане, ибо веруют во Христа. Следующий, седьмой вопрос выбирать не придется, поскольку ваши друзья, знатоки православной культуры из города Керчи подготовили вам небольшую историю на заданную тему. Что это будет? То ли евангельская притча, то ли библейский францилогизм, то ли добродетель, то ли что-то связанное с нашим миром православной культуры. Об этом мы узнаем очень скоро, буквально через несколько секунд. Внимание на сценическую площадку. Пришел ученик к учителю и сказал... Учитель, объясни мне эту тему, я не понимаю ее. Смотри, здесь одна теорема, а здесь другая. Ты все понимаешь? Нет, я не понял. И пошел он ко второму учителю. Учитель, объясни мне эту тему. Вот смотри, здесь одна схема, а здесь другая. Ты все понимаешь? Нет, это остается для меня тайной. Пошел он к третьему учителю. Вот посмотри, здесь на картинке все пошагово, поэтапно. Теперь ты хоть что-то понял? Нет, ничего я не понял. Пошел к четвертому. Посмотри в книгу. И опять он ничего не понял. Так ходил он к пятому, шестому и седьмому учителям. И так это осталось для него непознанным, скрыто от его разума. А теперь, уважаемые знатоки, ответьте. Какой библейский фразеологизм мы вам показали? Уважаемые знатоки, у вас минуты на рассмышления. Там цифра 7 измечала, я думаю, не просто, потому что показали 5, а она сказала там на 5. Это уже 7. Она окончательно осталась на 7, и что-то все скрыто. Тайность измечается явно? Тайность измечается явно. Все тайность измечается явно. Мне кажется, это вряд ли. Он подошел, как все. А мне кажется, вы смешали. И он ничего не понял. Мне вот это он смущает. У них у всех были книги. Да. Ну какие? Вы вспоминаем биологизмы? Какие? 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 Какие слова закона? Не знаю. 7, 7, что? Нет, тут не 7, у них есть фразеологизм. Ну что, близкий скрытый? Мне только этот тег. А, скрытый? За 7 печатями. За 7 печатями. Конечно. Это 100% это 7? Да. Вот. Он находится за 7 печатями. За 7 печатями. Да, скрытый за 7 печатями. Это в откровении она божествовала. А ты чай? Да. А ты чай? Мне кажется, что надо будет. Да, да, да. 7 печатями. Да. Время истекло. Было достаточно бурным обсуждение, но скоротечным. Капитан Команда, будет ли ответ на этот вопрос? Да, у нас будет ответ на этот вопрос. На него ответит Филатова Александра. Уважаемый ведущий, мы думаем, что правильный ответ это тайна за 7 печатями. А теперь давайте спросим у ваших товарищей из Керченской команды знатоков православной культуры. Так ли это? Уважаемые знатоки, мы представили вам библейский фразеологизм из откровения Иоанна Богослова. Тайна за 7 печатями. Поздравляю. А счет становится таким образом 4-3 в пользу знатоков православной культуры из Старого Оскола. Вам все-таки удалось, победители и зрители. Итак, уважаемые знатоки, но у вас есть еще 30 секунд для того, чтобы выбрать лучший вопрос из сегодняшней игры. А в это время, пока вы будете размышлять, представитель Света Старейшин Притерей Алексей Остапов скажет, кто же был сегодня лучшим знатоком. Уважаемый ведущий, мы с командой решили, что самым лучшим вопросом в сегодняшней игре была постановка библейского фразеологизма команды из Керчинга. Дорогие друзья, поздравляем вас с победой 4-3. Это тоже результат весьма хороший. Вы все старались, все хорошо играли. Особо мы хотим выделить вашей команде Веру Мельникову, которая дала правильную версию относительно повести Александра Грина «Алые паруса». И именно ей мы хотим вручить книгу этого замечательного писателя крымского, чтобы она вам помогала в вашей жизни. Футболку нашего конкурса мы хотим вручить капитану вашей сборной. Пусть она напоминает ему об его участии в нашем конкурсе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Крым, город Симперополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджимушкая 9, дроб 11 и редакция конкурса «Зерно истины». Сейчас также перед вами на экране наш адрес в интернете www.santaki.artox.ru Мы надеемся, что этот ресурс поможет вам не только при составлении вопросов, но также и при подготовке вашей команды, вашего высшего учебного заведения или школы к участию в наших последующих конкурсах снатоков православной культуры «Зерно истины». Напомню, что конкурс наш организован Симперопольской Крымской епархией совместно с Министерством образования Республики Крым телеканалом «Первый Крымский» при поддержке фонда президентских грантов Российской Федерации. Через неделю мы познакомимся с еще одной интересной командой. Это будет вторая сборная Крыма. А на сегодня больше вопросов нет. До свидания. До новых встреч. Ангела-хранителя всем вам. Субтитры студ Burnton. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Андреевна Тартан А-а-а-а-а-а-а... А-а-а-а-а-а... Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, про бой! В городе мне жить или на выселках Камнем лежать или гореть звездой? Звездой! Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак И если есть пора, дай огня! Вот так! Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле Вдвою! Мало кто остался в светлой памяти В трезвом уме, да с твердой рукой В строю! В строю! Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак И если есть пора, дай огня! Вот так! Вот так! А-а-а-а-а-а-а! Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас, ласковый рассвет? Встречаешь, встречаешь, ответь Хорошо с тобой, да плохо без тебя Голову да плечи терпеливые подплеть Подплеть, подплеть Солнце мое, взгляни на меня Взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порог, дай огня Вот так Солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порог, дай огня Вот так И если есть порог, дай огня Вот так Моя ладонь превратилась в кулак